Сегодня в программе «Великие достижения великого народа» поговорим об известном советском гении математической мысли. Математика – наука не для всех, считают многие. Но услышав историю этого человека, снова убеждаешься – ничего невозможного нет. Лев Пантрягин – незрячий математик, один из главных мировых светил. В 2023 году исполняется 115 лет со дня рождения ученого с уникальной судьбой. Константин? Лева? Машка? Да? Присаживайся. Ты знаешь, у нас Лева давно не ходит. Может, вы сходите после уроков, узнаете, почему не ходит, хорошо? Хорошо, Алексей Николаевич. Спасибо. А ты Лева давно видела? Честно говоря, да. Мне не очень симпатично, что мысль навестить его пришла не нам в голову. Здравствуйте. Нас учитель попросил узнать, почему Лева не ходит в школу. Лева не сможет больше ходить в школу. Ему сделали неудачную операцию, и он потерял зрение. В 13 лет из-за взорвавшегося в доме примуса мальчик полностью потерял зрение. После трагедии он посещал курсы для слепых и пытался обучиться музыке, но затем снова вернулся в школу. Обучение вначале давалось трудно, особенно когда речь шла о математике. Эта задача похожа на предыдущую. В ней тоже деление на части. Лев, в числе 81 три части. Две половины, да еще одна половина. Нам надо просто знать, чему равняется одна часть. Делим 81 на 3, получаем 27. То есть две части по 27 будет 54 копейки. Это и их решение задачи. Понимаешь? Да. Большой вкус к науке появился позже, в результате упорных занятий. Мама, я смогу заниматься математикой? По-настоящему. Как наука. Конечно, сможешь. Мама будущего ученого Татьяна Андреевна, не имея соответствующего математического образования, вместе с Львом начала изучать математику. Ежедневно начитывала сыну десятки и сотни страниц самых разнообразных книг, от школьной математики и билетристики до совсем уж специфичной институтской литературы. Лев Пантрягин смог успешно сдать экзамены в Московский государственный университет имени Ломоносова на физико-математическое отделение. В его биографии есть очень интересный случай. Когда профессор объяснял очередную тему, вдруг послышался голос незрячего студента. «Профессор, вы ошиблись в чертеже». Как оказалось, Пантрягин очень внимательно слушал расстановку букв на чертеже и сразу догадался, что там ошибка. В 27 лет он получил степень доктора физико-математических наук. Впоследствии представлял нашу страну в Международном математическом союзе, став его вице-президентом. Сегодня работы академика Льва Семеновича Пантрягина изучают в ведущих университетах мира. Основными направлениями научных интересов Пантрягина являются топология, теория управления и теория дифференциальных уравнений. В математической терминологии есть множество терминов, которые носят имя ученого, закон Пантрягина, поверхность Пантрягина, пространство Пантрягина и другие. В общей сложности ученый написал более 300 научных работ. С помощью теории, которую создал Лев Семенович, ученые находят самые выгодные схемы электропривода и определяют самые эффективные программы расхода топлива. Лев Пантрягин большое внимание уделял системе преподавания математики в общеобразовательных заведениях. По его мнению, школьникам следовало изучать только наиболее важные способы вычисления, которые могли пригодиться им в дальнейшей жизни. Он пропагандировал излагать материал понятными терминами. Вот представьте, что строитель будет говорить о двух конгруентных перекрытиях, или швея о конгруентных лоскутах ткани. Согласитесь, очень сложно. Лев Семенович призывал заменять такие формулировки простыми и понятными. В данном случае вместо конгруентных легко можно использовать слово «одинаковые». Лев Пантрягин был выдающимся педагогом. Всегда вел активный образ жизни. Несмотря на потерю зрения, самостоятельно ходил по улицам. Более того, научился кататься на лыжах и коньках и даже плавал на байдарке. Академик Пантрягин написал очень интересную книгу воспоминаний, из которой можно узнать подробности из истории математики в СССР второй половины 20-го столетия. В книге представлены фигуры множества талантливых ученых – Калмогорова, Лузина и других. В ней довольно много откровений, а также описаний достаточно непростой личной жизни Льва Семеновича. Кроме того, ученый рассказывает в ней о некоторых особенностях собственного научного мышления. Пишет, как решал в уме сложнейшие математические задачи, не используя при этом никакие средства визуализации. Однако, пожалуй, самое главное – это то, что воспоминания ученого дают всем нам пример неистащимых ресурсов человеческого мозга, огромного жизнелюбия и упорства. К 115-летию со дня рождения Льва Пантрягина книга его воспоминаний озвучена в Красноярской краевой специальной библиотеке. В видеоролике использованы материалы короткометражного фильма Кирилла Косолапова о том, как шел к знаниям выдающийся математик Лев Пантрягин.